На месте свалки сад. Челябинский мусорный полигон закроют и рекультивируют, куда планируют вывозить отходы. На чистую воду Борис Дубровский поручил властям Южноуральска организовать подвоз питьевой воды жителям города. Придется попотеть. В Челябинске установилась аномальная жара. Как горожане спасаются от палящего солнца? Дорожно-коммунальный детектив. На въезде во двор дома по улице Набережной жильцы обнаружили огромные бетонные блоки. Кто установил преграду? Добрый вечер. Вы смотрите информационную программу «Телефакт» в студии Екатерина Жданова. Спонсор выпуска циркового шоу «Гиппопотамус». В Челябинске стартовал второй этап рекультивации городской свалки. На месте старого полигона, по словам экспертов, должен появиться зеленый сектор. Куда будут вывозить мусор? Сегодня эту тему обсуждали в региональном министерстве экологии. Специалисты предложили несколько вариантов решения проблемы. Какие, тем изучила наш корреспондент Валентина Яковлева. Уже несколько лет городская свалка – объект обсуждения пикетов и митингов. Челябинцы настоятельно просят перенести либо закрыть место сбора мусора. Протяженность свалки 5 километров. Высота около 20 метров, а это целый 10-этажный дом. Растет полигон, а вместе с ним и проблема. Остановить рост полигона, а соответственно решить проблему – теперь одна из приоритетных задач правительства Челябинской области. Борис Дубровский поручил найти инвестора, чтобы запустить третий этап рекультивации свалки. Пока идет поиск, специалисты считают затраты, проводят геодезические работы. За ходом работы следят специалисты из Санкт-Петербурга. В Челябинской области специфика есть определенная. Очень много горнодобывающей промышленности, поэтому промышленных объектов много. А вот с твердыми коммунальными отходами объектов маловато. Поэтому решения, которые мы предлагаем, они немножко специфические. Специфическое решение – увозить отходы не на свалку, а на мусороперерабатывающие предприятия. Сортировать, а те, которые не годятся на вторсырье, прессовать в специальных экопакетах. В Минокологии сообщили, что до 1 января 2017 года будет заключено концессионное соглашение между правительством и инвестором по созданию в регионе мусоросортировочного комплекса с полигоном для конечного захоронения отходов, непригодных для дальнейшего использования. Между тем, по словам экспертов, в Челябинске уже есть мусороперерабатывающие предприятия, которые вполне могут справиться с планируемой нагрузкой. У нас, допустим, есть крупнейшее в регионе предприятие по переработке пластиковых банок, пластиковых бутылок. Они перерабатывают их в материалы для изоляции, которые используются. Они перерабатывают их в такой текстильный материал, который как в одеялах используется. То есть вот это то, что можно уже реально делать. Будущий год объявлен годом экологии в России. Специалисты говорят, Челябинск – не первый город в стране, который столкнулся с мусорной проблемой. К примеру, в Саратове за три года построили завод по глубокой сортировке и переработке мусора. Таким образом, там решили вопрос городских свалок. Строительство инвестировал предприниматель из Великобритании. В 2017 году из бюджета Челябинской области направят 100 миллионов рублей на разработку проекта рекультивации. Свалку планируют перекопать и высадить на площадки деревья и цветы. И это станет третьим этапом. А ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2019 году. Так что через три года мегаполис может вздохнуть свободнее. Валентина Яковлева, Александр Соколов, Телефакт. Продолжим важную для жителей Челябинска тему чуть позже. Через несколько минут в студии Телефакта появится человек, который предложил новый способ решения проблемы утилизации мусора. Оставайтесь с нами. А сейчас к другим темам. Специальная комиссия Челябинского водоканала проверит качество эксплуатации Ижнуральского водохранилища. Об этом заявил сегодня вице-губернатор Олег Климов. Сотрудники Челябинского горводоканала имеют опыт в решении сезонных проблем, возникающих из-за цветения водоемов. По поручению губернатора Бориса Дубровского, через управляющие компании города в Южноуральске организован постоянный подвоз питьевой воды. Работа проходит по графику и в специально обозначенных точках. Подвоз воды обеспечивается полностью в городе. То есть в трех местах у нас стоит три автомобиля. Один из них 20 кубов, один из них 5 кубов и один из автомобилей 2 куба. Ситуация находится под личным контролем губернатора Бориса Дубровского. Напомним, вчера власти Ижнуральска распространили рекомендации о том, что пить воду из-под кранов нельзя. Жители города и сами заметили, что водопроводная вода стала дурно пахнуть и приобрела коричневый цвет. Сегодня глава региона поручил своему заместителю Олегу Климову принять все необходимые меры для скорейшего решения проблемы. Если к утру ситуация не будет понятна с источником, то будет подключена природоохранная прокуратура. И с выездом на место я проведу завтра выездную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Анализ воды проводит Роспотребнадзор. По результатам установят причины и виновника загрязнения питьевого источника Ижноуральска. Добавим, производители бутилированной воды в Ижноуральске понизили цены на свою продукцию. Таким образом, социально ответственные предприниматели отреагировали на непростую ситуацию, которая сложилась в городе. В Челябинске установилась аномальная жара. По прогнозам синоптиков, в первой половине августа в отдельных районах Южного Урала столбик термометра может подняться до 34 градусов. По словам экспертов городского управления МЧС, повышается вероятность возникновения лесных пожаров. Сегодня спасатели отправились на тушение лесополосы в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники МЧС в режиме повышенной готовности. Так, четвертый класс пожарной опасности сохраняется на территории Кунашахского, Коркинского, Красноармейского и Сосновского районах. Подразделения приведены в повышенную боеготовность, реагируем своевременно. Медики также предупреждают и об опасности для людей. Возможно, тепловые удары и проблемы с сердцем. Эксперты просят по возможности ограничить прогулки. Всем, кому приходится работать в жару, медики рекомендуют пить больше воды и носить головные уборы. Между Челябинском и Екатеринбургом проложат скоростную трассу. Опубликована стратегия строительства магистралей, созданная специалистами Министерства транспорта России и экспертами компании «Автодор». В числе трасс, которые будут возведены в ближайшие 15 лет, в том числе дорога между Челябинском и Екатеринбургом. Предполагается, что на строительство сети «Автотранс» уйдет примерно 7 триллионов рублей. В Минтрансе рассчитывают на то, что от третьей до половины суммы направят инвесторы. Как отмечает газета «Коммерсант», по программе «Каждый год» в стране должно вводиться около 1 тысячи километров дорог. На это нужно 350 миллиардов рублей ежегодно. А на въезде во двор дома по улице Набережная, наоборот, дорога исчезла. Люди обнаружили на проезжей части огромные бетонные блоки, которые мешают проезду автомобилей. Кто и зачем установил преграду, дорожно-коммунальный детектив распутывала Эльвира Исмогилова. Дорога на улице Набережная. Раньше по нефтомобилисты добирались к подъездам своих домов. Теперь она перекрыта. Две недели назад на проезжей части установили огромные бетонные блоки с дорожными знаками «Проезд запрещен». Водители возмущены, приходится ехать через соседний двор. Надо выбирать обязательно. Ради малышей, ради этих площадок и детей, которые выскакивают из подъездов, ради них. Для безопасности. Для безопасности. Стоит это. Нам-то не трудно объехать, но ради безопасности. Ради безопасности. Кто установил блоки, местные жители не знают. Одни обвиняют компанию, которая вела тут жилую застройку. Это полнейший беспредел. Если вы посмотрите здесь, то увидите, что здесь подъезд, и здесь играют дети. Я тоже не понимаю, для чего это необходимо. Возможно, будут установлены шлагбаумы, и вообще запрещен проезд прямой. Это, скорее всего, план в схемах у них. У них это у кого? У строительной компании. Позже выясняется, застройщик ни при чем. Блоки установили жители этой многоэтажки. Люди устали от звуков автомобильных моторов под окнами, и таким способом решили избавиться от шума. Каждую секунду по 60 штук. Туда-сюда. Невозможно находиться. Шум, гам, пыль, грязь. Что, здесь вообще раньше не было никакой дороги? Дороги здесь не было. Дорога вот проходила. Вот она проходила. Вот они сделали здесь. А то, что сейчас они обещают по двору, где дети играют. А здесь тоже не играют дети. Посмотрите, вот дети играют. Здесь тоже они играют. Жильцы дома собрали деньги и купили бетонные блоки. Цена вопроса – 2000 рублей. Зато, говорят, теперь под окнами тишина. Впрочем, такое положение дел не устраивает соседей. Возмущенные жители жалуются в администрацию Калининского района. С нами произведено комиссионное обследование. Указанные блоки установлены самовольно. И в самое ближайшее время при поддержке отдела полиции Калининский данные блоки будут в администрации района демонтированы как не имеющие основания для установки в соответствии с документацией по планировке территории. В администрации Калининского района добавили, какое наказание ждет нарушителей, решит полиция. Вполне возможно, за незаконное перекрытие сквозной улицы жителям дома может грозить штраф. Эльвира Смогилова, Роман Хатимов, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Более 65% взносов на капремонт собрал региональный оператор за 6 месяцев. Об этом сегодня заявил руководитель областного регоператора капитального ремонта на совещании с губернатором Борисом Дубровским. Вадим Борисов подчеркнул, что в этом году на ремонтные работы в многоквартирных домах потратят почти 2 миллиарда рублей. Также на совещании глава региона отметил, что необходимо наладить плотное взаимодействие между управляющими компаниями, рекоператором и органами местного самоуправления для ускорения процесса проведения работ. Надо зарегитоситься о том, чтобы народ уходил на спецсчета. На мой взгляд, это правильно. Также на совещании заместитель губернатора Сергей Шаль отметил, что для удобства жителей области сроки оплаты за капремонт были изменены с 10 на 25 число месяца. По итогам совещания губернатор добавил, что в конце третьего квартала нужно сравнить текущий статус капитального ремонта в регионе с динамикой этого же процесса в других регионах. Вернемся к главной теме выпуска. В чем преимущество нового способа решения мусорной проблемы Челябинска? Обсудим с исполнителем проекта из Санкт-Петербурга, кандидатом технических наук Екатериной Озеровой. Екатерина Михайловна, добрый вечер. Здравствуйте. Какие варианты решения мусорной проблемы Челябинска могут быть предложены специалистами? На данный момент времени есть несколько вариантов, применяемых в Российской Федерации. Это сбор отходов и дальше отправка их на мусоросортировочные комплексы с извлечением полезных компонентов и после этого утилизация полезных компонентов. Может быть сжигание отходов, но это достаточно негативно отражающийся на состоянии окружающей среды процесс. И применяется он обычно в труднодоступных местах, где другие варианты не применимы. И есть вариант классического захоронения. Только захоронение не на свалках, а на объектах, которые соответствуют требованиям законодательства, и правильно сформированы на полигонах. Здесь же предлагается вариант разработчиками нашей компании, когда мы будем максимально утилизировать компоненты, которые лучше всего было бы направить на производство какой-то продукции. Какие отходы будут поступать на мусоросортировочный комплекс? Прежде всего мы говорим о твердых коммунальных отходах. То есть это тот классический мусор, который образуется в ведрах у населения, но не только, но и в коммерческом фонде, у социальном фонде, на промышленных предприятиях. Это подобные отходы коммунальным. И они должны все пройти обработку в соответствии с новыми требованиями законодательства. То есть поступить на мусоросортировочный комплекс, либо раздельно собранный должны быть. И дальше отправлены на утилизацию. Но вот какую технологию переработки мусора там будут использовать? Особенности в чем? Здесь особенности заключаются не в той технологии, технология классическая, а именно в том, что на данный момент времени мусоросортировочных комплексов однозначно не хватает на территории области, а еще больше не хватает объектов, которые бы соответствовали требованиям законодательства по размещению отходов. То, что имеется внутри города Челябинска, большая свалка 80-гектарная, это, конечно, проблема города. Ее надо решать прежде всего. И, соответственно, потоки с отходами надо вывести из города и переработать ту часть, которую возможно переработать. Остальное захоронить на тех объектах, которые будут новые построены. Вот сегодня предложили создать шесть кластеров на территории области. Где их намерены создать? Кластерный анализ делается на основании разбивки по административно-территориальному делению, по географическому признаку и по тем возможностям, которые по решению в том или ином местности удобнее всего. Потому что есть районы, которые географически отдалены, рельефом. Есть районы, в которых очень малая численность населения. И, соответственно, ставить большую переработку совершенно нереально. Поэтому кластеры определены по географическому признаку. Основной кластер, это, конечно, Челябинский. Он большой по площади. Большой кластер Магнитогорский. Также выделены Карабашский, включающийся Златоуст и Миаз. Далее выделили Носкотавский, Саткинский. То есть по географическому признаку вот такие выделены. Спасибо большое вам за информацию. А я напомню, в студии мы беседовали с исполнителем проекта из Санкт-Петербурга кандидатом технических наук Екатериной Озеровой. Санкт-Петербурга В июле в Челябинской области на свет появились Князь, Одиссей, Фрол и Добромир. В областном комитете по делам ЗАГС опубликовали список самых необычных имен, которые молодые родители дали новорожденным детям в прошедшем месяце. Среди редких женских имен Ангел, Ариэла, Севара и Мелисса. А в пятерку самых популярных вошли Мария, Виктория, Анна, Артем и Александр. Еще больше полезной и интересной информации после короткой рекламы. Во второй части Телефакта смотрите. Расплескалась синева. Кто спустил крылатую пехоту с небес на землю? Кадры празднования Дня ВДВ в Челябинске. В эпоху Укио в Челябинск привезли картины золотого века японской графики. Первым работу видел музейный кот Василий. Горячий источник в квартире жительницы Челябинска забил гейзер из кипятка. Кто виноват, расскажут авторы рубрики «Кредит недоверие». Челябинские десантники не замечены в фонтанах. День ВДВ бойцы крылатой пехоты отметили традиционно построением на площади революции. А после двинулись на гуляния в городские парки. Сегодня «Голубые береты» отмечает 86-ю годовщину со дня основания. Кто такой десантник? Полина Кирсанова пообщалась со смелыми и бесстрашными. Удачи вам, вашим семьям. Спасибо. По традиции, 2 августа площадь революции, а также городские парки принадлежат им. «Голубые береты» с флагами и в тельняшках громко празднуют день основания ВДВ. В этом году войскам для девайси исполнилось 86. Раз, два, три. Раз, два. А кто такой десантник? Человек, который может и прыгнуть с парашюта, и драться? Десантник может все. Абсолютно все. Нет задач невыполнимых. Разговоры о том, что десантник может все, действительно правда. Бокс, самбо, дзюдо, а в нужном случае бои без правил. Солдат ВДВ – универсальный солдат. Генерал-майор запас Анатолий Качанов отслужил в ВДВ почти 40 лет. Более 600 раз прыгнул с парашюта. Прошел Афганистан, в 90-х занимался восстановлением мира и порядка в Таджикистане. Суперсила, уверяет, здесь не главное. Может быть, супербойцы, но в основном это, конечно, ребята, которые действительно честно и добросовестно выполняли свой долг. Начиная с времен Великой Отечественной войны. Слава Богу! История голубых беретов берет начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем впервые были десантированы 12 человек. Сегодня в ВДВ служит около 50 тысяч солдат по всей стране. Десантник – это, во-первых, мужчина настоящий. Честь, оплод, совесть вооруженных сил Российской Федерации. Каждого десантника готовят по нескольким направлениям. Боец должен уметь прыгать с парашютом и днем, и ночью, пешком преодолевать более 50 километров в день. Метко стрелять из всех видов оружия, подрывать, а также водить все виды автобронетехники. У него сил воли есть. Для этого тренировали. Вот сейчас я сколько болею, все равно не сдаюсь. Словосочетания «бывший десантник» не существует. Неважно, когда ты служил и где. Если у тебя есть полосатый тюняшка и голубой берет, значит и свой. По стопам отцов и дедов идут не только дети, но и жены. Прыгали? Да. Муж рассказывал, что такое прыгать с парашютом. Я решила испытать еще до рождения этого. Вот это неописуемые чувства, когда ты взлетаешь, и под тобой вот такие вот маленькие дома. Десантники сильны, выносливы, мастерски владеют рукопашным боем. Но мало кто знает, что в программе подготовки десантников есть занятия на скалодроме и военно-прикладное плавание. Несмотря на все эти навыки, сегодня ни одного десантника в фонтане не замечено. В фонтане нет-нет, да и встретишь хотя бы одного десантника. И не из-за жары или невоспитанности. Голубые береты говорят, в воде отражается голубое небо, которого так им не хватает на земле. Полина Кирсанова, Андрей Кострев, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Между тем, эксперты фонда общественного мнения провели исследование среди жителей России. У людей спрашивали, как они относятся к празднованию Дня воздушно-десантных войск. Оказалось, что несмотря на то, что торжества проходят довольно шумно, часто с нарушением общественного порядка, 51% опрошенных относятся к этому с пониманием. Раздражение и недовольство такое поведение вызывает у 43% жителей страны. И по итогам того же исследования, в том, каким образом празднуется День ВДВ, людям нравится размах и сплоченность военных. А не нравится разнозданность и пьянство. Почти каждый третий опрошенный признался, что в этот день старается избегать встреч с десантниками. А вот избежать встреч с недобросовестными поставщиками услуг у чулябинцев получается не всегда. В этом случае люди жалуются автору рубрики «Кредит недоверия». Сегодня Дмитрий Лазарев вмешался в ситуацию с горячим гейзером, который забил в квартире жительница Челябинска. Здравствуйте. Фонтанирующие струи кипятка испортили мебель, технику и дорогостоящий ремонт. Елена Афанасьева жалуется. Горячая вода из теплостевого коллектора затопила жилище. По словам женщины, аварийный колодец находится на возвышенности, а ее дом в низине. Вода хлынула к ней из-под пола. Тепловые сети восстанавливать ущерб не спешат. Обувь, она просто в дерево сварилась. Елена рассказывает, вынуждена бежать из своего двухэтажного особняка в съемную квартиру. Стихия оставила свои следы повсюду. Шкафы вообще ни один не открываются. Дизайнерская мебель разбухла, электроника больше не включается. Одежда поросла грибком. Стойкий запах плесени и глины, которая прорывалась из погреба вместе с раскаленными струями воды, не выветриваются. Когда я увидела обувь и вот это все, я успокоилась, что я была жива, по крайней мере. Потому что если бы я находилась в тот данный момент, и у меня должны были здесь проживать внуки с моей снохой, они бы тоже погибли. Рядом с домом стоять невозможно было, была парная. Вот это было когда-то потолком. По словам женщины, вода хлынула из коллектора у высотки. Уверяет, сотрудники тепловых сетей устраняли аварию целый день. Воду откачивали цистернами. Вода была где-то на таком уровне. Здесь спали дети. Рассказывает, когда предъявила МУПЧКТС претензию о восстановлении материального ущерба, там ее огорошили. Никаких аварий в этот день по указанному адресу не случалось. Однако видеосъемка события говорит об обратном. На видео, я думаю, видно сейчас. Чтобы разобраться в ситуации, мы вместе отправились в МУПЧКТС. Я не могу, к сожалению, с комментариями оставить, потому что я тут диспетчер. Но мы с инспектором разговариваем. Но и повторные звонки ответа на наши вопросы не дали. Если вы попали в такую ситуацию, следует задокументировать аварию на фото или видео. Выяснить, какой организации принадлежит затопивший вас колодец и кто его обслуживает. Обратиться в оценочную организацию, чтобы ее специалисты помогли установить размеры, материального ущерба. Направить претензию о возмещении ущерба коммунальщикам почтой. Если они отказываются признавать свою вину, обращайтесь в суд. Если ответчик говорит о вине самого гражданина, то, безусловно, он должен будет это документально и иными доказательствами подтвердить. Вместо нового евроокна – старое советское. Галина Сазыкина уверяет, отдала 10 тысяч рублей сотруднику фирмы «Аланд» за установку современного пластикового окна. Но заполучив деньги, представитель фирмы пропал на целых три месяца. Галина Васильевна вспоминает о фирме «Аланд» узнала из объявления в бесплатной газете. Неладная заподозрила сразу после заключения договора. Когда он увидел вот эти две копюры по пять тысяч, да, у него глаза загорелись, и он как-то вспыхнулся, да, ухмыльнулся. Это вот не человеческий смех. Какой-то хитрый, похабный или вот какой-то злорадский. И тут сразу я поняла, что денежки мои плакали. Женщина уверяет, оборвала все телефоны, указанные в договоре и рекламном объявлении. Но трубку никто не брал. Мы решили позвонить с редакционного номера. Я на следующей неделе буду в городе, верну я денежку, заберу договор. Да, я не собираюсь с ней работать. Решил через три месяца. А зачем ты деньги взял? Зачем ты деньги взял первого мая? У тебя есть не на что было? Сказал бы мне. Ну а пока деньги клиентке не вернули, мы выдаем фирме «Аланд» кредит недоверия. С вами был кредит недоверия и я, Дмитрий Лазарев. Если вам оказали некачественные услуги, срочно обращайтесь в нашу рубрику по телефону 790-0202. Увидеть полную версию этого выпуска можно в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. И там вы тоже можете оставить свою жалобу. В Челябинской области пройдет Кубок губернатора по хоккею. Масштабный турнир на Южном Урале состоится уже в пятый раз. В соревнованиях, кроме трактора, примут участие три ведущих клуба КХЛ. Автомобилист из Екатеринбурга, Югра из Ханты-Мансийска, а также обладатель Кубка Гагарина Магнитогорский Металлург. Уже опубликовано расписание встреч. 4 августа турнир откроется игрой команд Югра и Металлург. Продолжат хоккейный марафон трактор и автомобилист. Встречи будут идти 4 дня. Финальная игра намечена на 7 часов вечера 8 августа. Напомним, хоккейный турнир на Кубок губернатора в Челябинской области был учрежден в 2011 году. По традиции, вход на первые дневные встречи турнира ежедневно свободный. Цена билетов на игры с участием трактора 100-150 рублей. В Челябинск привезли японскую графику. Оригинальные графические листы столетней давности сейчас находятся в Музее изобразительных искусств. Сегодня там ведут последние приготовления к открытию выставки, которую привезли в Челябинск из Санкт-Петербурга. Экспозиция расскажет об эпохе Эдо. Чем уникальны графические листы и какие материалы позволили сохранить произведения до наших дней, Артур Ишпулатов расскажет. Уже завтра состоится открытие выставки японской графики. У челябинцев будет возможность увидеть более 60 произведений эпохи Эдо. Самому старому графическому листу более 100 лет. Чтобы привезти его в Челябинск понадобились специальные герметичные ящики. А понадобились они для того, чтобы соблюдать температурный режим. Графические листы должны храниться при определенной температуре не более 18 градусов. Иначе бумага начнет деформироваться, рассказывает искусствовед из Санкт-Петербурга Ирина Кастерина. Кстати, изначально экспозиция японской графики и была собрана в культурной столице России. А теперь произведения целой эпохи увидят и во всей стране. Сегодня в Музее искусств идут последние приготовления к открытию выставки. Экспозиция расскажет об эпохе Эдо. Времени расцвета городской жизни в Японии. Именно тогда и зародилось искусство графики. На картинах изображены сцены из жизни горожан. Это, по сути, было средство массовой информации. Такое первое. Потому что отвечало оно двум основным критериям. Это развлекательная функция, естественно, и информативность. Ирина Кастерина рассказывает из-за того, что графика считалась массовым видом культуры. К ней относились небрежно. В графические листы заворачивали фарфор и отправляли его в страны Европы. Кстати, именно так об окее Э, так называется графика, и узнали в Старом Свете. В современном же мире этот вид искусства относит к высоким. На данный момент мы, Челябинск, третий город, которым посчастливилось ее увидеть. До этого она побывала в Санкт-Петербурге, собственно, на родине ее образования, и в Калининграде, откуда мы ее получили. В Челябинск привезли самую популярную работу в стиле японской графики «Большую волну Кацусики Хакусая». Она выполнена с помощью ксилографии, гравирования на дереве. Искусствоведы рассказывают технологию создания. На вырезанные в дереве линии контуры нанесли краски, а потом на бумаге из дерева груши или вишни сделали оттиски. Обычно японцы создавали краски из натуральных минералов. Это и позволило сохранить большинство работ до наших дней. А вот волны были созданы синтетической краской, поэтому их цвет насыщеннее. Сотрудники музея уверены, что среди челябинцев много ценителей японской культуры. А значит, и выставка будет успешной. Уже сегодня первым челябинцем, который увидел японскую графику, стал Василий Кот, который уже полгода живет в Музее искусств. Артур Ишпулатов, Александр Бекетов, Телефакт. Завершаем выпуск прогнозом погоды в городах региона. По данным гидрометцентра, завтра жара в области Усилиса. Дождей суноптики не обещают. В Кослях днем плюс 32, ясно, без осадков. В Златоусте тоже жарко, 31 выше нуля. В Магнитогорске столбик термометра поднимется еще выше, до плюс 33 градусов, ясно. В Троицке 32 со знаком плюс, в Копейске днем также 32. Солнечно, дождей суноптики не обещают. И на этом все. Смотрите Телефакт и делайте новости с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассниках. Также читайте нас на Телефакт.ру. С вами была Екатерина Жданова. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok